Ну, я так по ощущениям чувствую, что вы второй раз легко пошли, так-то повоевали. Да, у меня, кстати, тоже что-то раскативала такая мысль. Аккуратно завязали вам глаза? И аккуратно руки. Или не очень аккуратно? А у меня паспортовка, я не знаю. Сверлоки в квартире, своя сважена. На третьем этаже. Скважина в квартире? Скважина. Вы даете добровольное согласие на запись интервью и на его публикацию? Да. Как зовут вас? Представьте полностью. Диркачев Сергей Сергеевич. Число весовое возражение? 19.01.1983 год. И откуда вы? Город Луганская область. Прописан город Свердловск. В какой части служили вы? Вторая мотострелковая бригада. Вы контрактник? Я контрактник. С какого года? С конца 20-го года. С конца 20-го года. Почему пошли в армию? Ну у меня так случилось, я работал автомайлером. Ага. Долго работал. И печень сделала выброс токсина. И врачи строго-настрого запретили заниматься этой профессией. А тут подвернулся товарищ, который служил в ремроте. Ремонтная рота при этой бригаде. Угу. И позвал, говорит, иди, говорит, что у тебя права есть. Будешь на Урале гонять. Ну я и пошел. Ну как бы рассказывали, что никакой войны не будет. И это такое. А про войну что вы думаете? Да я к ней негативно отношусь вообще. А чего же вы пошли выиграть, когда началось? Когда сказали вам? Сказали, ну во-первых, нам не говорили ничто, ну ничего. Пришел приказ поехать на эвакуацию. Я же как командир и я также был водителем Кэтла. То есть колесный тягач легкий. Это на базе Урала. Угу. Он перетаскивает поломанную технику. Колесную, также и гусеничную. Ну и приказ поступил, чтобы я выехал сюда. Там надо было забрать машины. Уже через Донецк. Реку. Донецк. Северский Донецк. Ну вот я попал, получается, сюда. Угу. Как вы именно попали сюда? Потому что послали и попал. Нет. Поступил от командира роты. Поступил приказ. Они уже были уже здесь. Ну. На территорию Украины. То есть за северским Донецком. Приехал еще такой же Кэтл. И сказал, что командир роты приказ. Приказал, чтобы я вместе с ним. Ну. То есть еще на одном Кэтле. Выехал с ним вместе. С тем, который приехал. Ну. Мы выехали и попали. Приехали в Краснореченское. Поселок. Село. Уланской области. Все. А там я занимался. Ну. Приехал и мне были распоряжения в том плане, чтобы техника было очень много поломанной техники. Которая даже не доехала. То есть. Угу. Ну. Я ее собирал и растягивал. Что на Луган стянул. Что тянул. В район сосредоточения. То есть. Село Краснореченское. Там, где производились ремонты. А какая у вас? Какой у вас был автомат или ружье? Или чем они пользуются? АК-74. АК-74 у вас был? Ну. Я им не пользовался. Хоть обстреливали? Нет. Да я его пристреливали. Я имею ввиду. Как-то на полигонах. Там нет. Вообще. Вообще. Не стреляли. Нет. То есть вам его дали, да и дали. Штатный автомат. Я понял. И ездили, ездили, тягали, тягали. И как же в плен попали? Ездили, ездили. Долго тягали вообще. А я прибыл получается 9 марта. Ага. Сюда по прикладу. Что-то заехал. А в плен попал 20 марта. И вот 20 марта поступил приказ опять же от командира роты. Он, я получается экипаж и шпаг. Вот здесь он тоже есть шпаг. Да. Это мой токелажник, то есть помощник. Ну и получается нам дали человека тоже смелик, который здесь тоже присутствует. мы его как бы ну не видели, ни разу не знали. Сказали вот этот человек знает где стоит поломанное БМП. Вот она поехать ее забрать. Ну мы сели, поехали, проезжаем, едем. Мы ехали в сторону Макеевка Луганской области. И перед Макеевка повернули влево. Как я понимаю это в сторону Кременова. Мы ехали по посадке, ну возле посадки, поля посадки. И приехали, ну подъезжаем. Мы увидели, что человек какой-то вышел. Он говорит, о, как раз говорит, там БМП должно быть. Вышел в зеленом человечек, ну так метрах трехсот мы увидели. Вышел да вышел, кто может там и хрен, очень наши стоять, че кто его знает. Как бы никаких предположений не было. И подъезжаем, я окно открыл, говорю о, дорогу, пацаны. Где БМП, какую, где она стоит или что там забирать. А он стоит на меня смотрит, не поймет ничего. А потом у меня глаза подымаю, в посадке стоят ЗСУ. Человек, наверное, двенадцать, двенадцать. И все автоматом. Шпаг смелик, да? Ну шпаг, да. Вот это мы втроем. Мы общались, я прекрасно помню и его, и того, который рядом сидел. И там их было человек, я не знаю сколько, в семь, наверное. В одном интервью мы просто спешили. Да и все. И я тогда уже понял, что мы приехали. И как происходили дальнейшие действия? Он понимает, кто вы, вы понимаете, кто он, что дальше. Ну и все. Не, ну я уже когда глаза поднял, этот опешенный человек, который стоял первый, которого мы увидели, он так и продолжал стоять. А те я уже поднял глаза, я уже увидел, что все автоматы направлены в мою сторону. То есть и прозвучал такой, выходим аккуратно. Ну и все, и мы вышли. Аккуратно. Аккуратно. Вас аккуратно положили лицом в землю, наверное? Да, точно. Аккуратно завязали вам глаза? И аккуратно руки. Или не очень аккуратно? Нормально. Нормально. Понял. Ну как на войне, да? Ну, типа того. Нацисты были среди них? Я даже не знаю, как они выглядят. Я тоже не знаю. У 45 здесь живу, не видел, как они выглядят. И не слышал, что было даже у нас там, даже в подразделении, чтобы об этом говорили. Ну, так Путин же объявил деноцификацию. Они же должны... Я даже и Путина не слышал никогда, я ни новости не смотрел. Мы должны сейчас вместе их отыскать. Может быть, они здесь где-то прячутся. Может быть, они сейчас с нами даже в одной комнате. Шучу. Ну, а вообще, что вы думаете? Вы вообще считаете, что Российскую армию оккупационной армией или нет? В данный момент их действия? В данный момент? Да. Или на тот момент, неважно. Ну, получается, если они под себя подминают города, получается так. Да. А вы понимаете, что фактически ваша так называемая республика, она с 14 года под оккупацией России находилась? Ну, дело в том, что в 14 году я россиян там не видел. Да я и здесь, когда мы были. Вы из какой? Луганск. Луганск. Свердловск. Город Свердловск. Кто же у вас там? Гиркин у вас был? Нет. А Бородай? Нет. Не у вас был Бородай. Не у вас был Бородай. И Моторола не у вас был. Не, ну это с ДНР и Моторола. Ну, так и Гиркин, Бородай, видимо, тоже с ДНР. Я просто не понял. У вас таких не знал. Я просто не понял. Ну, а военно-начальники в ваших частях, вот эти вот, разве не россияне были? А дело в том, что мы же отдельная рота. Отдельная. Мы, ну, даже у нас, получается, от бригады у нас отдельная дислокация в Луганске. Ремонтная рота, потому что у нас здесь большая территория, нужно там где ремонтировать и тому подобное. И поэтому у нас, ну, я, ну, может и проезжали, но я их не видел. Они, может быть, с командиром роты там общались, я не знаю. Ну, а так, чтобы там, ну, все местные. Ну, то есть, как вот понять, вот все это время Россия там плохо, недостаточно, но все же финансировала ЛНР, ДНР, так называемое? Или вы этого не знаете? Поставляла оружие в том числе? Не, ну, как бы, знаю, не знаю, это такое дело, я предполагаю. Просто, что, скорее всего. Ну, как бы тут, знаете, тут люди делятся на два, на две категории. Одни не хотят говорить, другие говорят, что я предполагаю, третьи утверждают, что, конечно же, да, потому что все прекрасные, ну, потому что это очевидно. Утверждать, как бы, я бы утверждал в себе, я видел какие-то там, ну, я не знаю, там, допустим, бумаги подтверждающие, либо еще что-то, либо же какие-то перевозки, либо же я в них участвовал в этих перевозках. Я бы это утверждал, а так я утверждать не могу, потому что я этого не видел и в этом не участвовал. Просто предполагаю. Понял, понял, понял. Ну, по сути, что, оружие вы российского не видели, да? То есть все то оружие, которым вы пользовались, и вся эта техника, которой вы пользовались, она вся была изначально в Луганской области. Ну, я сел в Луганске, да, потому что я, как бы, может быть, она до этого зашла с Российской Федерации, а я что пришел, ну, сел-то она уже была в Луганске. Вы не знаете, вы не можете... Ну, именно утверждать, конечно. Да, да, да. А оружие какое, ну, у нас на Римроте, что вы у всех автоматы даете. А предполагаете вы что? Насчет? Насчет, вот, в четырнадцатом году был у вас референдум, вы ходили на него? Нет. Не ходили. Странно, я не могу ни одного человека найти, который ходил на референдум. Да, ну, и не ходили. Честно, честно говорить, что я... Нет, почему, ну, и, ну, я даже, ну, вот, компания, там, семья, там, и... То есть, сестры, там, семья и брата семья, ну, никто не ходил. Нет. А не, мы видели, что много людей ходило, то есть, ну, я-то ездил на своей машине, там, по городу, я видел, что очень много людей ходило. Ну, так вы, как вы думаете, этот референдум организовали сами жители Донбасса и самоорганизовались, или все-таки Россия помогала? Насчет референдума? Ага. Ну, наверное, помогала. А в дальнейшем финансами чем-то еще помогала? Ну, чтобы финансами на что? На те же какие-то зарплаты военнослужащим, на те же пенсии. Ну, на пенсии с двух сторон получали пенсионеры, им лучше всего от этой ситуации. Ну, пенсионеры, да, они с Украины получали и с России получали. Ну, получается, насколько я знаю, что пенсионеры зарплаты получают люди, которые на господприятиях, они получают на карточке, то есть, получается, им платит республика. Мы, военнослужащие, мы получаем, ну, наличкой. А зачем, как вы думаете, вот эта вся война, вот эта вся история случилась? Почему? Ну, какая стоит глобальная цель за этим, за всем? Не знаю, территорию забрать я не знаю. Ну, я тоже думаю, что забрать территорию. Но чьи, у кого, кем? Ну, по именно ЛДНР, получается, не забрать. Ну, как они, чтобы мы были автономны, республики. Получается, так народ, ну, голосовал, был же за этого референдум, это понимаю, правильно? Ну, как сказать, смотря от чего отталкиваться. Если отталкиваться от того, что кричал народ, ну, я же смотрел все эти видео, то кричали они Россия, Россия и махали российскими флагами. Я думаю, что республика, которая хочет быть автономной, она не будет махать флагами любой страны и кричать название любой страны. Не, может быть, это было, что кричали Россия, помоги, в том плане, что в 14 году украинская армия начала наступление, начали бомбежки. На кого начало наступление? На Луганск. То есть Украина наступила на Украину? Ну, получается, почему не так? Если у меня, мы купили квартиру в 14 году на квартале Ленкома, Ленинского комсомола в Луганске. Только поставляли окна и начали вот эти вот бомбежки. Я лично там был в Луганске и все окна у меня повыбивало. Я людям там и повлетало и в дома и тому подобное. А квартала, то есть квартала там, где я жил, он подальше от станицы, они бомбили с металлиста. А те, что ближе, там уж тоже там вложили снарядами отлично. Ну, а чего так? Украина вдруг начала бомбить свой собственный город? Потому что делать нечего? Ну, я так понимаю, из-за вот этого же референдума, из-за того, что хотели отделиться. Не отделиться, а стать автономными в Донбасс. Получается, из-за этого? Найди, какой вопрос на референдуме задавался. Я уже забыл, как он там просто задавался. Автономные, не автономные, чтоб мы с этими терминами просто не путались. А что не устраивало Донбасс в Украине? Почему вдруг решили отделиться? Бюллетень для голосования на референдуме 11 мая 2014 года. Поддерживаете ли в акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Да, нет. Ну, там в Украине. Ну, то есть, это бюллетень. Можете посмотреть у него в ноутбуке. Это то, за что голосовали или же не голосовали? Да, это он, сто процентов. А, когда в 2014 году голосовали на референдуме? Да, ну вот это он. Он что в ЛНР, что в ДНР был одинаковый. Наверное, совпало просто так. Я просто их не видел и со здоровьем не ходил. То есть, не автономия никакая, а самостоятельность отделения. А, быть самостоятельный, а самостоятельно и автономно это одно и то же? Нет. Автономия это нечто, что действует практически самостоятельно в общем организме государства. А самостоятельность это просто самостоятельность. поддерживаете ли вы от государственной самостоятельности в Луганской Народной Республике? Вы же из Луганска, да? Да. Вот такой был не одинаковый. То есть самостоятельность. Ну то есть полная... Самостоятельно получается, если самостоятельно, то значит при каком государстве? Вы меня спрашиваете? Нет, ну вы 8 лет прожили в этой как бы республике, меня спрашиваете, при каком государстве? Нет, ну я просто как бы предполагал, что и самостоятельно, и автономно это как бы одно и то же. Нет, а была автономная республика Крым. Да. Своё как бы правительство там, да? Но живут по законам Украины, имеют общую экономику с Украиной. Ну в общем, фактически они ничем не отличаются от любой другой области. Так, если хорошо вдуматься, разобраться... Он получил своё правительство просто. Да, ну дело в том, что в любой области, там в Украине тоже есть свои, ну в любой области, в любом городе тоже есть свои мэры, да? Свои областные и городские советы тоже есть, да? Смысл в том, что всё равно они все живут по одним законам, вся Украина живёт по одним законам. Но, например, там в Киеве кто-то может объявить запрет на продажу алкоголя после четырёх часов, да? А где-нибудь в соседней области или в соседнем городе там можно спокойно его продавать, покупать. То есть вот такие вот локальные вещи. Ниуансы, да. Да, да, да. То есть у них нет никакой там своей армии, там, например, своей полиции, каких-то там... То есть ничем это глобально не отличается. Крым тоже самое, но ничем, по сути, глобально не отличался. Все жили по украинским законам, ходила украинская валюта, покупали, продавали, друг к другу ездили и никаких особых отличий. Ну, так вот получается, что и Донбасс хотел такого. Мы же вам показали бюллетень. Вы думаете, мы вас обманываем? Давайте разбираемся. Раз вы за 8 лет ни разу этим не поинтересовались, давайте бить в угле, давайте я VPN включу Россию. За то, что написано, что самостоятельно? Ну, конечно, самостоятельность вовсе не автономия никакая. И не что-либо подобное. Это просто как бы... Собрались, значит, люди, да, какие-то. Я просто не помню этих ваших всех вождей или лидеров, как их там зовут, как звали. Не помните? Ну, я знаю, что первый был Плотницкий. Да, вот, Плотницкий. Ну, это он был главой республики? Ну, да, ну, вот как бы глава республики, да. Я просто боюсь ошибиться, где сейчас находится Плотницкий. Плотницкий. Да, я тоже его... Сейчас. Сейчас, секундочку. Плотницкий. 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 По-моему, его закрыли в Москве. Да, сейчас, сейчас, секунду. Ну, его сняли там. Да, 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 да. Мне просто интересно, Википедия что-то пишет об этом или нет. Нет, Википедия ничего об этом не пишет. Председатель совета министров ЛНР, под вас 6 августа 2014 года, министр обороны. То есть он даже как глава здесь не записан почему-то. Ну, хотя Википедия это же, конечно же, не истинно в последней инстанции, да. Вот. Ну, просто вот интересно. В 2018 году появились ложные сообщения об аресте Плотницкого в России за многочисленные случаи хищения гуманитарной помощи и денежных средств в бытность им главой ЛНР, которые не подтвердились. Но все-таки, что конкретно с ним, непонятно. При этом 23 ноября 2017 года Плотницкий прибыл в Москву авиарейсом из Ростова на Дону. На видеохостинге YouTube появилось видео, где Игорь Плотницкий был замечен вечером 23 ноября в аэропорту Москвы без охраны и сопровождающих лиц. Я так понимаю, что с этого момента след Плотницкого теряется. Получается. Вам не кажется странным, что вот как бы глава как бы самостоятельной республики как бы приехал в Москву зачем-то и бац, потерялся? А есть даже сведения о его аресте? Ну, получается, там же сказано, что он подозревался в хищении России подозревался. Ну, в России, получается. Да. Так я же вас до этого интересовался, Россия влияла каким-то образом на вашу республику Ленин? Вы говорите нет, может были как бы самостоятельны. А почему же тогда вас не удивляют, что глава вашей республики подозревается в России, арестовывается же в России и собственно курируется из России? Получается так. То есть мы должны посидеть, поговорить с жителем Донбасса на протяжении 21 минуты для того, чтобы выяснить вообще ну тупо очевидную для всех вещь, что Россия курировала все это время вашу республику. Не, ну помогала, получается помогала. А, все-таки помогала. Не, так я же вам не говорю, что не помогала. Все-таки помогала. Не, ну просто между помогала и курировала есть разные, ну есть все-таки разница. Как между самостоятельностью и автономией тоже есть разница. Ну получается, да. Ну получается, что... Ну просто я же со слов, я же в этих же верхушках не состоял, а со слов народа, то что хотел народ. Да, да. Это то есть, ну, он предполагали эти слова одно и то же. Нет, если бы это была автономная республика, это была бы Луганская народная автономная республика. ЛНРА. Как-то так. Или АР автономная республика ЛНР. Как-то так. А это желание полной самостоятельности. И просто прежде, чем перейти к вопросу о том, почему, собственно говоря, Украина начала бомбить свой собственный город, нам же ведь нужно разобраться в самых простых таких фундаментальных понятиях. В противном случае мы с вами просто будем друг друга, а там вы нас бомбили, а вы нас бомбили, а зачем вы нас бомбили, а непонятно, а потому что мы вас ненавидим друг друга. Нет, но у этого есть причины и следствия. По-любому. Да. И поэтому вот я и пытаюсь пройтись по самым таким простым вещам для того, чтобы найти эти причины и следствия. И здесь выплывает следующая история, что если ЛНР вовсе не стремилась к автономии в составе Украины, а стремилась к полной самостоятельности, при этом она ее не получила, потому что глава этой республики курировался с Россией, ну или как вы говорите Россия помогала. То есть вы действительно думали, следующий вопрос логичный, вы думаете, что Россия хотела независимости ЛНР все это время, чтобы это стало независимой республикой? Ну да. Да. Ну а что она хотела? Забрать ее? Ну лично я думаю. Нет. Ну я не на территории. Россия хотела забрать всю Украину, если уж на то пошло, или большую ее часть, а не именно ЛНР. По той простой причине, что если бы Россия хотела забрать именно ЛНР или ДНР, то произошло бы то же самое, что с Крымом. И именно в тот же самый момент. Так это ж... Почему нет? Ну... А это ж так же и происходило? Нет. Ну а что с Крымом? Они Крым забрали получается? А ЛНР, ДНР? Ну вы имеете, что не по границам ЛНР, ДНР? Они не забрали и не признали никакую часть ЛНР, ДНР. Они признали Крым российским? Сразу? Да. А ЛНР, ДНР нет? Нет. Поэтому я вам говорю, если бы они хотели забрать ЛНР, ДНР... А они может быть не признали, потому что ЛНР и ДНР были не полностью, то есть не... Ну областяш не полные были? Угу. Может быть из-за этого? Нет. Ну может быть все, конечно. Может быть все. Потому что что там, того ЛНР там, ну... Вообще, так же самое с ДНРом. Да. Ну признали бы не полностью, какая разница? Признали бы полностью, а забрали бы не полностью. Ну... В чем дело? Может быть. Не вижу, не вижу здесь никого диссонанса. Просто я, ну я говорю о том, что если бы Россия хотела это сделать, она бы это сделала. Ну в частности, хотя бы, хотя бы ту часть, которая была... Была в тот момент. Да. Была в тот момент. Под... И заметьте, в Крым же не прилетела ни одной ракеты. Восемь лет Крым не бомбили. Нет. Нет. Потому что Россия признала их своей территорией. И, видимо, я тоже так подозреваю, что украинские власти в лице главнокомандующего этого периода, по крайней мере, времени начала... Сначала Турчинова, исполняющего обязанности, потом Порошенко Петра Алексеевича. Видимо, они, наверное, понимали, что если они дадут приказ атаковать каким-либо образом Крым, то Россия это воспримет как вторжение уже на их признанную территорию. Да, нападение. И, соответственно, может развязаться война полномасштабная из-за этого. Ну, скорее всего, как и было. Да. Ну, так я и говорю, что если бы Россия признала хотя бы ту часть ЛНР, ДНР, которая там была, ну, как бы, сепарирована, наверное, так, правильно сказать, каким-то таким вот образом, да. Ну, в общем, которую вы, как бы, местные жители, признали как бы самостоятельно. Если бы Россия признала хотя бы эти части, то без проблем, ну, я думаю, что там было бы то же самое. Тоже ничего бы не прилетело туда. Так нам и говорили, что ничего туда не прилетело. Так прилетало, вы же говорите, у вас окна пол девало. Я же говорю, говорили, что не будет ничего. А на что выжишь? Ну, так, понимаете, в чем дело? Есть единый организм, государство. Знаете, как-то переведем на что-то более простое. Есть дом. Дом. Все жители в один момент там когда-то проголосовали или там большей частью и признали, что этот дом должен жить независимым, независимой страной, нормально существовать. Он и существовал. И тут две-три квартиры из этого дома говорят, не, ну, прошло 30 лет или 20 с лишним лет, они говорят, не, мы не хотим. Поднимают флаги соседнего дома, говорят, мы теперь от вас отсоединяемся, мы теперь идем жить в соседний дом. Но, стоп, этот дом же жил 20 с лишним лет единым организмом, у него есть выбранное правительство какое-то, да. У него есть определенная структура власти. И все остальные говорят, не, ребят, вы никуда не пойдете, потому что мы уже так решили. Ну, так было решено и постановлено. Не, ну так они собрались идти жить в другой дом, либо же остаться в этом же доме, только отсоединиться. И быть своим, ну, жить тут. В таком случае аналогия с домом тоже не проходит. Нормальная аналогия, как можно из дома достать одну квартиру и идти с ней писать. С квартир? Не, ну вот есть дом, в нем 10 квартир. И взять, например, квартиру на первом этаже и отдельно жить. У тебя трудобровод в дом заходит, в квартиру же отдельно не заходит, вода электрическая. Так не бывает, нельзя дом разобрать какого-то. Нельзя. Чувак с пятого этажа не может взять, собраться и сказать, я вынимаю свою квартиру и ухожу. Правильно? Ну, можно взять, пробурить скважину. На пятом этаже. Через все остальные. Почему? Ну, вот что, у меня в сверлоке в квартире своя схважина. На третьем этаже. Скважина в квартире. Скважина в квартире. Ну, не в квартире, естественно, а в... Чтобы по фасаду идут. Почему? Через подвал. И на четыре квартиры у нас схважина. Потому что на квартале воды... Потому что, наверное, на первом этаже, а на втором на три. Вот так, да? По первому. Ну, а как вы врезаете? Куда врезаете? Не важно. Мы уходим... Я же тебе сказал сразу, значит, аналогия с домом тоже не подходит здесь. Я не знаю, как объяснить человеку, что... Я вас понимаю, о чем вы говорите. Что группа людей, живущих в государстве, не может просто взять, решить, что мы уходим в другое государство и остаться при этом безнаказанными. Ну, просто, конечно. Ну, вот просто и не получилось. Да. А знаете, почему не получилось? Потому что вам было все равно. Может быть. Нет, ну, это я прям настаиваю. Потому что вам было все равно. Смотрите, Харьков русскоязычный город? Да. Восемь лет бомбили Харьков? Нет. Нет. Какие претензии были у жителей Донбасса к Украине? В частности, Луганска вашего. Какие претензии? Почему вдруг решили отделиться? Ну, насколько я осведомлен о том, что началось в 2014 году в Украине, в Киеве, да? Да. Насчет того, что Янукович не захотел в ЕС. Да. Я так правильно понимаю? Конечно. В Киеве началась. Ну, торговая ассоциация. Да. И начались вот-таки вот на Майдане там. Да. Начался Майдан. Майдан, да. Ну, и из-за этого, опять же, я ж, ну, утверждать просто. Ну, я в этом, как бы я работал, мне надо было с семью. Я понял, мы с вами разговариваем. Да. Нам интересно услышать ваше собственное мнение, ваше ощущение, миропонимание. Вот, что конкретно не понравилось вам лично? Нет, мне лично такого не было. Если вам было все равно, то так и скажите. Мне было все равно. Что, я работал, заработал нормальные деньги. После того, как у вас образовалась эта ваша республика, вы лучше стали зарабатывать или хуже? Ну, по деньгам меньше, но цены намного дешевле стали. То есть, то же самое? Ну, не в самом, ну, в самом начале нет, в четырнадцатом. То есть, это, ну, тут разговоров нет. А последующие, вот сейчас, на данный момент, там цены вообще просто отличные к нашим зарплатам сравнивать. Нормальные цены можно отложить и, опять же, одеться и себя, и жену, и детей, еще и маме поможем. Это, наверное, первый представитель ЛДНР, который говорит, что стало лучше, все дешевле и стал жить круче. Какая разница? Ну, еще раз говорю, мы же с ним говорим. Не, правильно. Да, ну, в срезе всех остальных, да, никто не говорил нам о том, что право. Ну, реально, в первые все там. Не, ну, а нужно понимать, что зарплаты у всех разные, правильно? Доходы разные. А цены, почему? Цены в цифрах. Сколько вы, последняя зарплата в январе у вас была? В феврале перед двумя войнами. В феврале 50 тысяч. Ну, да, да, это большая. Не, ну, так и это, и плюсом еще у меня там, ну, и бизнес, ну, то есть… По сравнению со всеми, да, если 50 и бизнес там под 100 тысяч если приходило, то… Нет, а давайте, ну, ладно, хорошо, зарплаты. А цены, цены, я так понимаю, они с Украины цифры только одинаковые. Вот цифры одинаковые. Цены? Цены, да. Я имею в виду по числам. Мы на нашем канале, не, в переводе, в переводе цены мы на нашем канале делали сравнение, можем показать. Это какой был год? 19-й. Заходили в супермаркет, человек там, один знакомый зашел в супермаркет в Донецке, а Дима зашел в супермаркет в Киеве, мы пофотографировали основные группы товаров, пофотографировали цены, перевели это все по курсу и оказалось, что цены… Ну, я не знаю, за 19-е я говорить ничего не могу. Я знаю, что вот, когда я попал в плен, получается, и знающий свои цены, то есть там в республике, и попавши в плен, общаясь с людьми, то есть мы разговаривали о ценах и подумали, то намного дороже в Украине цены, начиная с хлеба. Сколько стоит хлеб у вас? У нас урожай на 14 рублей. Мы сейчас спросим, у вашей СПОР. Она на связи? А, ну, кстати, да. Вот спросим. Ролик был в 2020 году. А, в 2020. Киев-Донецк. В сравнении цен, по комментам там писали, что в Донецке дороже, чем Киев. Нет, там комменты были разные, на разные группы товаров. А ну включи, промотай до хлеба. Я хочу посмотреть 14 рублей хлеб. Капуста. Ну это самый, самый дешевый, 14, потом 17, 21, ну батон я уже не помню. Я уж просто не помню, сколько у нас хлеб. Нет, я не ею. А я не знаю цены. Ну 20 с чем-то гривен. Собрались... 20 с чем-то гривен. Собрались... Да, вполне возможно. Смотрим. Да, 17. Хлеб. Это где? А, в Донецке. 26. Ну батон 26 рублей. 23. Хлеб отрубной форменный. Нет, у нас 23 рублей. У нас 23 рублей. Хлеб отрубная, 17. Это в Донецке, да? Да. Ну я же думаю, у вас там цены не отличаются. Батон 31. Да, они очень независимые. Да, они очень независимые. Я вам хочу сказать, что отличаются. Это какой год? 20. 24. 24. 24. По сути, у вас по-моему. Хлеб поляныца. Охренеть. У них был хлеб поляныца. А у нас такую войну. Луганский я не видел. Бородинский, да? И то он, по-моему, 18 рублей. Ну, понятно. Да. Мы куда-то ходили, 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 ходили и куда мы пришли. Вы, в общем, не понимаете, почему Украина воевала за свои территории? Ну, почему я не понимаю? Потому что, как бы, на нее напали и она обороняется. Да нет, не сейчас. А, тогда? Не сейчас. То, с чего мы начали, у нас просто здесь 36 минут записи и мы просто, мы просто ходим по каким-то кругам. Я даже, ну вот честно. Так надо все равно докопаться до истины. Да. Но все равно же надо докопаться. Мы просто можем начинать копать с чистого листа вообще. Вот вы говорите, 14-й год наступил, вы только новые окна поставили, у вас повылетали они. Потому что, сука, Украина начала бомбить. Да. Да. Ну, а почему? Что заставило Украину это делать? Ну, потому что народ восстал в ЛНР. Ну, в будущее сейчас. Да. Весь народ восстал в ЛНР? Нет, получается. Многие повыезжали. Многие-то и в Украину повыезжали? Ну, откуда повыезжали? Ну, скорее всего, и в Украину, и в Россию. Ну, куда? Да, да, да. Так как было определить Украине, что это народ восстал, а не Россия приехала и вот это вот все там замутило? Как определить? Ну, да. Ну, я думаю, как-то какими-то переговорами. Приехать хотя бы просто без военных действий, а не просто налетели на себе. Так просто без военных действий уже в Крыму было за месяц до этого. Просто без военных действий. С зелеными человечками. Да. Просто без военных действий. Ну, за Крым я не знаю. Я там не был. Я говорю там, где я был. В Луганске. Вы не знаете, что в Крыму не было военных действий? Не, ну на это я знаю, что не было. Вы не знаете, что Крым захватила Россия? Ну, зашла и все, да. И что нам еще тогда нужно с вами выяснять? Так, правильно. Ну, а в Луган же Россия же не зашла. Там именно местные… Ну, это вы так думаете, что в Луганск в Россию не зашла? А мы, например, точно знаем, что Россия в Луганск зашла. В 2014 году? Конечно. В 2014 году. Вместе с добровольцами, со своими, с танками и со всем остальным. Ну, просто и в Луганске, в Донецке. Я просто видел вагины… Когда это такое? Стрелкова услышал. Дело в том, что он зашел в ДНР. Ну, это казачество, по-моему, нет? Ну, плюс-минус. Ну, такие позаходили везде, со своими батальонами там… А это Россия? Это Россия. Я как бы слышал Стрелкову, но я думал, он местный. Нет, Стрелков совсем не местный. Я просто видел наш… Какие… Какие Моторола… Они тоже россияне? Да. Ну, я видел по телеку, показывали, что… Квартиру там… Своя жена, там… Дети там… Ну, вот за Моторолу. Что они местные, то есть Донецкий. Ну, опять-таки, я же говорю, видишь, пользуемся открытыми источниками. Моторола Павлов, его фамилия. По-моему. Я ошибаюсь. Дата и месторождения. 2 февраля 83-го года. Ухта! Ухта! Да, Россия! Ну, так-то он… Чистокровный. У вас должен быть свой язык тогда, как нам одна… Не надо! Не уходи в язык. Есть республики без своего языка, но отдельные. А есть у которых по 4 языка. Расстояние от Ухты до Луганска 2000 километров, если я пробую. Ну вот он служил, видите, с 2002 по 2005 в российской армии, а в 2014 оказался уже. А, так он еще и в российской служил? Ну конечно служил, он же россиянин, где же ему служить-то? Не, ну мало ли. Граждане говорят. Ну, видите, я от вас только узнал это. Ну, значит мы занимаем, ну если это не для публикации, потому что я, если честно, разговор не вижу смысла публиковать, то, по крайней мере, это уж для просветительской работы хотя бы. Чистая просветительская деятельность, Владимир. Чистая просветительская деятельность, да. Ну да. Давай посмотрим Луганская Народная Республика. Что там? Дипломатически признана Россией, Сирией, КНДР, Народная Демократическая Республика Кореи. Корея? Ну, Северная. Да. Абхазия ее тоже признала, тоже очень независимая. И Южная, и Осетия ее признала тоже очень независимая, это самое, от всех государств. Или республика, как она там называется. Ну, опять же, это же не будут признали когда, в феврале получается, да? Не знаю. Ну, недавно. Это Россия признала, да, в феврале. И все остальные тоже сделали как Россия, они же все независимые. Ну, как же им еще будет поступать-то по-другому. Да, ну, тут, короче говоря, особенно российская Википедия не расписывает этих деталей. Вот. Кто чего, кто здесь чего, кто зачем. А еще командира? Да, 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 да. Проблема в том, что все вот эти вот российские деятели, они все российские в ДНР. Что Бородай, который был советником министра, по-моему, он из России. Что вот этот самый Стрелков тоже ДНР. У нас Бэтмен какой-то был, я слышал. Вот Вуланский. Бэтмен. Бэтмен, да. Как же чего. Сколько Батальон у него, ну, именно назывались они Бэтмен. Казицын он, нет? Ой, я не знаю, Бэтмен. Я слышал просто, что Батальон такой был. Он пропал. А, Беднов. Ага, это был. Главарь, получается. Так. Вот он, вот этот вот. Беднев. Нет, ну этот родился в Луганске. Этот родился в Луганске. Вот Павел Дремов. Дремов. Это тоже один. Один из этих самых. Да. Из казаков. Тоже по ходу дела. Да, он тоже из Луганской области выходец. Этот, да. Вот это в ДНР в основном все там, но многие причастны наиболее к России. Ну, вы же видите, вы же считаете, что ДНР и ЛНР это разные независимые друг от друга формирования, я так понимаю. Да нет, ну я как бы там что-то мечтаю, я просто знаю, что там еще между нами границы были. Таможня между ЛНР и ДНР. Ну, было там. Сормально, да. Была таможня, но потом, конечно, вот я не знаю, год или полтора, может быть, два. Убрали таможню. А так вообще ж таможня была. Ну да. Или это как бы непонятно было. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что, ну как, это надо просто посмотреть одну зарисовку, может быть она нам что-то просветит, а может быть и не просветит. Я не знаю, сейчас попробуем. Сейчас я ее попробую включить. Вот. А в чем, собственно говоря, разница? Вот вы говорите, что Таруто нелегитимен, а вы, получается, легитимный губернатор. Ну, легитимнее, чем Таруто. Потому что тоже, как бы это, митинг был многочисленный, но это не все население Донбасса, не все граждане. Я думаю, что в такой ситуации вечером выбирают временного лидера доброго и единого всеобщих свободных выборов при участии широких международных наблюдателей. Предлагаю считать Донецкий областной совет неэффективным органам власти. Я хочу от имени митинга обратиться к российской власти, верховному главнокомандующему войск Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. У вас на площадях кричали о том, что везти войска из России? Да. То это только в Донецке происходило, да? Ну, я не видел. Понял. Ну, давайте уже посмотрим, что делать. Ну, вот такого в Луганске я не видел. Я не имею никаких уступок и компромиссов. И там будет записано. И там будет записано. То есть первая, Донецкая область, она остается в составе Украины. Да. Тут конкретно речь про самостоятельность. Есть люди, которые считают, что Донецкая область должна, и они должны иметь право поставить там галочку. Украина, вернее, Донецкая область должна стать конфедеративным образованием в рамках Украины. Либо Донецкая область вообще должна стать независимой, либо Донецкая область – это часть Российской Федерации. Но, украины должны получить решение Государственной Думы, которые они уже поняли. Если говорить правде в глаза смотреть, то все хотели референдум. Ну вот эти люди, которые вы сходили, они хотели, чтобы было так же, как с Крымом. Ммм, а получилось не так. Ми сьогодні вийшли першу за єдність української держави, її підтвердити, а друге виступити проти війни між двома братськими народами. Такої кількості державних прапорів Донецьк, напевно, не бачив ще ніколи. У вівторок мітинг пройшов мирно, але наступного вечора продалася кров. Тому, учасники 10-ти тисячного маршу за свободність України вже розходилися, на них напали близько 400 проросійських активистів. У зіткненнях пострашнули семеро людей. Ну, якщо говорити не о Луганскі, а о Донецькі, то скажіть мені, пожалуйста, що це за самостоятельність такая? Точнее, що це за автономія такая, де снимається український флаг і ввешивається російський. А о якій автономії тут може йти речі? Я понимаю, я этот ролик, в принципі, собрал, с хронологією, со всеми делами. Т.е. я не думал, що ще як-то можна розділять жителів ЛНР, так называемого, і ДНР. Але, оказывається, можна, т.е. і таке є. Тобто, житель ЛНР, наприклад, може сказати, ні, ніхрена, в Донецькі таке було, а у нас таке немає. Т.е. этим нужно собирати отдельно про те, що происходило у них. Ні, я кажу, що я такого не бачу, але може бачу і було, але я і не бачу, якщо чесно. Я понял. Тут просто, розумієте, в чем дело? Ми ж пытаємося як-то довести до таких, як ви, о тому, що Україна не просто так бомбила Донбасс, і у вас не просто так влітили эти окна, а просто тому, що к нам прийшла Россія. В тот момент. Т.е. це не було решение исключительно там местних каких-то властей. І уж тем более, це решение не отражало настроение всього полностью народа. Просто потому, що вот митинги ви видите, а дальше, якщо ми посмотрим ще 10 минут того ролика, ви увидите многих-многих людей, які в то время були там, і говорили, «Нет, ми за Україну, нам не нужна никакая Россія, не було никаких проблем». А потом в этом ролике ви увидите, як їдуть украинські танки, о которых ви говорите мирным путем. Дело в тому, що украинські танки їдуть через Луганску область на границу с Россией, для того, щоб защищати свою территориальну целостність, целостність України. Понимаєте, в чем дело? А жителі Луганска бросаються на них, на эти танки, не дають їм проїхати. А дальше в этом ролике ви увидите, як заїжджають російські танки. Це я вам вже промотаю і покажу, тому що ви точно цього не видели. А вот, кстати, может быть, Алчевськ — це що? Це Луганська. Луганська область. Я вам поставлю жителя Алчевська. Послушайте, що він говорить. Пострадавших більше полусотни. Многі правоохранители впоследстві перешли на сторону сепаратистів. Погибли люди тогда. Діля в тому, що охуенно, якщо реально і Алчевськ с ними ввізку, щоб не видно. А Алчевськ. Блінь, які не собираюся сражаться, блядь, представляюся, ёбаный в рот. Біздець, а війна протеулдейственная. Блядь, щоб не крикнула слова, це, в России, щоб не крикнула. Блядь, щоб захуярили всіх, ёбать. Це украінська техніка. Блядь, підтягують, підарасы, ёбаные. Блядь, підтягнулася. Це украінська техніка. Блядь, підтягнулася. Блядь, підтягнулася. Блядь, підтягнулася. Блядь, щоб їх їх перехуярило. Даже, якщо там родственники этого человека. Це якщо урод я розкладываю. Я не знаю. Я пользуюсь теми видео, я очень хорошо изучаю все темы, о которых я говорю. Я никогда не говорю о чем-то. Лишь бы наляпать. А вот задержання. Ну, це, опять-таки, Донецк. Давайте пропустим его. Раз, це Донецк. А вот это, що це? Тоже Донецк. Тоже Донецк. Тут какие-то люди в билетах. А вот Таруто на тот момент. Однородно. Однородно. Народ – это 50 человек или 100 человек. Все живет в Донецкой области. Четыре миллиона 350 тысяч населения. И народ их неуполномачив. Я лично вижу Украину в будущем. Это в Евросоюзе только. И поэтому вот эти люди, которые… Разные, разные есть мнения. Не только такие. Не исключительно такие. Разные. Но я говорю, что были и такие, и такие. Далее. Так оно и сейчас даже… Ну вот… Даже в том же Луганске тоже есть. Которые там… Против этого все. Из-за Украины и тому подобное. Ну да. А вот эти танки, що я говорю. Вот видите. Едут наши танки защищать наши границы. А говорят о зеленых человечках, которые месяц до этого зашли в Крым. Украине проводится антитеррористическая операция. А кто ж террористы? Террористов нет. Террористов нет. То есть держат, не дают зайти нашей технике для защиты наших границ. Украина. Он был российский гражданин, но не российский спецназ. Так точно. А вот вам паспорт Российской Федерации или человека. Паспорт Российской Федерации. Опять проукраинский митинг. А вот этот момент. То есть украинские военные так и не проехали. Не смогли. А вот смотрите. Я просто хочу вас спросить. Конечно не Луганск, Славянск. Но если российских военных не было, то что там делает? Чита, Улан-Удэ на танке? Получается были. Я же говорю за себя. Я просто не видел. Я понял. Я же пытаюсь с вами как-то предметно пообщаться. Когда люди получается 8 лет утверждают, что их бомбили, но не знают почему. Предметно общаться ведь не получается. Нет, я конечно могу попросить вас рассказать в 5 минутах вашу историю. Больше ни о чем с вами не говорить. Вы возьмете телефон, позвоните и уйдете. Но тогда получается, что я это напрасно вообще все делал. Просто потому что ну а зачем? А в чем смысл? Ну вы же все равно останетесь при своем мнении, что вот Украина. Вы все равно продолжите ненавидеть нас и так далее и тому подобное. И любить Россию. Да нет, ну ненавидеть это. Ну ненавидеть это громко, да, сказано? Просто так, слегка. Да нет, у меня такого даже нет. И не было. Да, к сожалению, здесь вся подборка в основном Международской области. Мы надеемся на то, что к нашей федерации присоединятся и другие территории, которые называются Юго-Востоком Украины. Уже тогда пошел об этом разговор. Вот танки российские, вот флаги российские, вот. Молодцы. То есть в чем смысл? Наших военных они не пускают для защиты своих кордонов, а эти им молодцы. У меня достаточно кадров, так грубо скажем, и доказательств того, что Россия там не просто была, а была в очень массовом количестве. И что касается и техники, и танков, и добровольцев, и прочих интервентов, которые были там и в правительстве, и рядом с правительством. Но смысл в чем? Украинские танки для защиты украинской территории жители местные не пропускают, а Россию встречают молодцы. Вопрос. Что такого замечательного в России? Что такого хорошего? Для меня это тоже вопрос. Что там хорошего? Не знаю. Я знаю просто, что вот когда началось это все движение, я просто много, вот со Свердловска, там Свердловска, где я жил, именно одноклассников много, с улицы, с кварталом, которых я знал, знакомых очень много пошли туда тогда, в четырнадцатом году воевать. Да так воевать, они пошли, ну как бы никто не думал, что будет война, думали, что постоять там, да и все. А оно оказалось совсем по-другому. А россиян, ну вот сейчас я увидел, да, там реально вот этих нерусских, ну видно, что буряты. И чеченые россияне, и русские россияне были, то есть разные россияне были там. Поэтому, ну это просто настолько, до такой степени очевидная вещь о том, что всеми процессами в вашей республике занималась именно Россия и куриловала именно Россия, что это даже ну нелепо доказывать на самом деле. Ну вот доказывать, что доказывать. Это понятно, что ну, как бы ну, что кто-то помогал, ну и Россия, естественно. А документально, чтобы утверждать, ну хрен его знает. Нет, так а зачем нам документально? Мы люди или мы бумажки? Зачем нам документально? Я же не с бумажкой разговариваю сейчас. И мы сейчас не о международном праве и не о юриспруденции говорим. Потому что на международном уровне понятное дело, что ну... В Луганске откуда там техника взялась? Ну слава богу, видите. К чему-то дожди. Пусть из шахты выехал. Да, Путин же объявил. Стояла в шахте. Шахтеры нашли в шахтах старое оружие, танки. Этого не слышал. Сказал, что военком они в военторгах купили. Я просто... Я слышал, что там в СБУ позабирали, там много. Что СБУ? Ну оружие, оружие. Пистолеты Макаровой и автоматы. В СБУ забрали, там по-моему, 200 пистолетов или 150 авторов. По гранд-части там тоже. Ну вы же понимаете, что это копейки. Потому что в области это ни о чем. Скажите, как вы думаете, с вашей области в Украину летело там какие-то ракеты, мины? Когда-то да? Да, ну за вот эти вот 8 лет на протяжении всего этого времени. Ну я знаю, что по позициям, да. Ну ракеты не знаю, а минометы, работали минометы. А именно в Украину? То есть по мирным? Нет, в сторону Украины. Вы же не знаете, куда оно летит? Ну я знаю, что работали по позициям. А куда оно прилетало? Как же работаясь? С вашей стороны работали по позициям. А вот сволочи украинцы работали по мирным и из-за этого вас окна выбивало. Нет. Вы четко знаете, что прилетело в ваши окна со стороны Украины? Ну опять же, четко нет. Нейди ролик, правда, по дороге. Он в Донецке стрелял. Ну да, ну просто есть куча роликов, где… Нет, там нет его найти, это как бы два клика, но он называется «Утренняя золька». Нет, а это найти, конечно, это не составит вообще никакого. Смотрите, тут получается такая ситуация, что вы не видели, но вы догадываетесь и вы так думали, потому что так сказали. Нет, ну со стой стороны… Нет, я понимаю, что вы увидели, что у вас вылетели окна. А понять, попробовать разобраться… Ну приземление, и потом, будучи уже на квартал 50 лет октября, то есть в Луганске, это уже, ну так скажем, самая крайняя точка к станице, Луганске. Да, да. Я тогда был, там же ж эпицентр был. Да. И я как раз там был, потому что… И что там разрывалось? По эпицентру прилеты были сумасшедшие… Нет, мины? 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 Да. А сколько от позиции до… вот куда прилетал? Сколько? Ну вы просто такой период… Ну да, так это рядышком, я не знаю. Если вы отвечаете, мины, ну рядышком с луганом. Километра два-три. Ну, то есть, вот сейчас он покажет ролик, и вы, возможно, у вас возникнет какая-то подозрительная мысль. Ну с той стороны, я имею в виду. Не то, что с того направления, да. Но миномет, например… Давай не про Моторолу, давай про вот этот. Ох, странно, да? Тут у меня две стороны херачит. С праздником горит укропы. Угу. А два града и херачат в две разные стороны. Куда херачат, это пятнадцатый год. Ну, тяжело сказать. Сложно. Да. Не, это, это… Ну, явно где-то в серединке, чтобы показать, что они друг друга обстреливают. Типа ответка прилетела? Нет, типа… Ага. Между собой, я понял. Типа эти… Нет, типа есть люди, которые прямо говорят о том, что, слушайте, у нас вообще все спокойно было. Никто ничего не делал. Стояли на линии разграничения украинцы со своей стороны, это уже позже, уже это было, восемнадцатый год. Да. А те со своей стороны. И тут со стороны России шварг в одну сторону и в другую. Что-то вы там, ребята, застоялись. Ну, ладно, еще этот ролик посмотреть. Утренняя зона… КО sama У нас все немножечко спят, война людей не обед, там никого нет. Они похожи. Там никого гореть нет? Там не похожи. Т습니다, совaptали на переживле баг. Везде будет könnten ябраться не работой porte exploration. У нас все вопросы отверстились. как вы думаете от такой хуйни у вас могли окна вылететь потому что это ваш герой стреляет утром по жилым кварталом я даже не знаю в каком он городе но явно что не в киеве находится они на седьмом этаже у меня там у меня от этого не от осколкова но дала хорошего прилета позже нижний до пятого этажа подбитый осколк но я не знаю что то пролетело ну что-то сильно это когда меня спрашивают да про бомбили донбасс я скидываю ссылку говорю что он говорит что по своим же шлупе по граждански по граждански параметры минометов 82 ну которым вашего нас интересует прицельная дальность прочитайте 85 3040 то есть с этого миномета с 82 можно были за расстояние 100 метров это я типа попробую подвести вас по то что они с соседним там двух улиц кто-то потому что есть куча видео как типа выход выход и моментально вход 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 но миномет уж все равно как его поставил он или так стреляет или так и пусть там запал это нам уже просто минометчики рассказать можно то есть можно здесь стрелять и через 100 метров мы будут падать но зато преподнести это как шум как укропы обстреляли чтобы такие как вы себе умею на наши провалены крутили то есть вот вам же прямой вопрос почему харьков восемь лет не добили конкретно вопросы возникли в луганске и в донецке нет дело в том что в карькове тоже было туда мы тоже было куда замес было конечно 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 вот смотрите без проблем да это тут же как бы специально у меня папочка отдельная она называется восемь лет дамбили бенбаса есть просто я тут сначала тут сначала показано что было в одессе на самом деле потому что вы что думаете что в одессе невинных людей видимо сожгли правда просто взяли сожгли невинных людей но конечно с одессы наверно уже ладно просто до харькова дошли то что долго нет ничего тут долгого нет тут вот достаточно одного эпизода фактически в одной колонии оборонительной стоят и милиционеры и те самые пророссийские активисты но при этом при всем мы слышим что-то похожее какие-то хлопки похожие на выстрелы огнестрельного оружия откуда же издаются эти выстрелы ой смотрите так среди пророссийских активистов есть вооруженные люди в общем-то мы об этом уже говорили но сейчас мы видим этому явное подтверждение знаете что то мне подсказывает что на российском телевидении у российских блогеров этот эпизод тоже забыли показать именно поэтому жители донбасса знают что в доме профсоюзов сожгли невинных людей но совершенно ничего не знают о том как это все начиналось при этом скорая как вы видите помогает обея понимаете в чем дело до того как сожгли невинных людей украинцев в украинской одессе люди с российскими флагами стреляли с автоматов а потом этих людей с автоматами и с российскими флагами действительно загнали в дом профсоюзов да вот только еще одна незадача у них с собой канистры бензина были то есть как произошло возгорание понять невозможно и кто это сделал но нет ни одного видео где страшные нацисты в одессе добивают людей которые прыгают соком зато есть видео вот такого вот характера не отрицаем что это действительно было но я почему-то не нашел видео о котором говорили что якобы украинские активисты кому-то там добивали под окнами вместо этого нашел видео где украинские активисты пытались помочь людям которые спрыгивали соком в том числе подтягивали наши активисты подтягивали металлические леса для того чтобы помочь спуститься другим людям вот если смотреть на эту ситуацию в целом это уже при возгорании это уже после возгорания то есть не было такого что как рассказывают по российским дивизию что войска возгорание произошло потом люди спрыгивали с ногами и их добивали палками было все наоборот активисты ставили леса для того чтобы снять людей с окон потому что огромные фармуде разгорелось все это в считанные минуты пожарка почему ехала 15 минут так никто и не понимает почему она я даже больше там она ехала чем 15 этого так до сих пор никто и не выяснил но смысл в том что те из кого делают нацистов которые добивали людей прыгающих с окон на самом деле это просто обыкновенные люди которые увидели что другим плохо они горят и поставили леса для того чтобы те другие могли спуститься то есть не было никакой одесской хатыни как это рассказывают про российскому телевидению была просто стычка пророссийских активистов и украинских активистов в одессе просто в одессе сепаратизм удалось подавить не образовалась никакой одесской народной республики и поэтому одессу 8 лет никто не дамбил а вот луганская республика образовалась поэтому да дамбил но только луганская республика образовалась тоже не сама по себе а тоже под российским протекторатом потому что не просто так там российские флаги и в харькове была аналогичная ситуация тут вообще буквально полуминутная зарисовка я не знаю вот это же не харьковской народной республики флаг водрузили а российский флаг ну как не видеть здесь протекторат россии и полное покровительство россии как не понимать что все это время это делала россия не сами по себе там группа людей просто еще раз говорю в харькове как и в одессе это удалось подавить а вот у вас не удалось и не просто так у вас вылетели окна когда вы новые их поставили а потому что это эти у воды все это сделали украине украине другого варианта не было как только забирать пытаться забрать свои территории ну но если уж хотите совсем досконально я понимаю она не зайдет сто процентов потому что слишком большой массив информации но россия могла бы забрать себе ваши вот эти вот области части те которые оккупированы но она этого не хотела потому что были еще минские соглашения так называемые слышали от новой да так вот по минским соглашением это вовсе не лнр хотела и не днр хотела потому что вы голосовали там ваши люди голосовали за якобы независимость а россия на минских соглашениях договорилась чтобы вас украина обратно приняла но на статусе той самой автономии о которой вы говорите понимаете пока это было требование россии что было бы дальше если бы вас приняли в украину на статусе автономии во-первых вопрос крыма бы уже снялся потому что ну как мы пошли уже на требования россии то есть ввели это в автономии крым уже получается фактически признан но самое главное не это самое главное в том что россия бы получила в составе украины два своих как-то они называются ну в общем нет сателлита это понятно но есть термин правильный в этого короче говоря в виде оккупированных регионов луганской и донецкой области где россия имела бы полностью свое правительство и полностью лояльный к себе электорат это была бы ядерная бомба просто в документам они в составе и голосовать они что самое главное могут как граждане украины но только голосуют они ровно так как им скажет россия таким образом россия получает 5 миллионов избирателей составе украины для того чтобы полностью влиять на руководство дальше там дело не хитрое получить еще 5 миллионов из других регионов россии и фактически россия то есть вопрос бескровного развала украины и превращение его в много разных таких республик а потом присоединение их к россии это был бы вопрос там 10-15 лет может быть меньше слава богу подписаны минские соглашения при петре алексеевич и похоронились при владимире александрович и хотя почему-то того называют гетьманом а того называют предателем я сейчас понять не могу конечно этот ну это уже такой наше внутреннее но их похоронили так звонил домой там сегодня у меня матери денежные я же могу да там поздравить им чтобы жена записала со своего телефона ну чтобы я поздравляю и переправит моей матери отдельно поздравление да выключим запись просто разговор будет подать а я понял оба сейчас можете поговорить обо всем кроме того кроме них не рассказывать о военной подроспись выдали вам военной так это кто жена да алло вам уже написали что сергей ваш муж плену в украине да вы хотите с ним поговорить вот не слышу я вас говорю с мужем хотите поговорить разговор под записи для публикации предупредила я и я им по-человечески говорю про шума дорог я тоже как дела что ну вы покажи мне дитя ты как нормально все это будет вообще в спали спалился целый весь материал еще и маленький ребенок до помощи и хочу показывать а вы еще в луганске да там же сносим на квартире с твоя очередь а что я не помню как выплатил деньги его мою зарплату да ты получаешь что-то а я понял сколько помощи а сколько дают 40 до и до я понял что там мама моя нормально все я потом это самое ну после запишу ну поздравление отошлюн да да ты тогда маме отправишь поздравление хорошо нормально сейчас отключи видеосвязь может быть просто сейчас давайте перезвоним а там полная сетка показывает полная 7 так и бывает оно и там сереж это связь у нас такая поганая сережь сейчас это у меня выключено видеосвязь А, ты включи камеру. Сейчас. Блин, а что такое? А помнишь, как один жену уничтожил? А что у тебя за цепочка? А сзади что лежит? А ну покажи. Включи его. Сережим, как ты себя чувствуешь? Нормально себя чувствую, да. А тебе письмо передали? Да, сегодня. Прям сегодня же передали. И сегодня, видишь, я получила старшую звоню тебе. Сережа, мы вообще, мы везде ходим, где только можно. И я в Россию пишу каждый день. И на МИД, и на Министерство обороны, и на президента писала. Даже Паше позвонили. Вот это правильно. Так. Так и продолжайте, так и делайте. Да, и сегодня вот Катя ходила и говорит, чтоб вас повторно в списке подали. Что они вообще, они нихрена не делают. Ну, потому что надо через Россию только. С ними никто не будет разговаривать. Они кто такие. Главное, чтоб они вас подавали. С чебушею? Не-не, ну, на спасище. Мое задненькое, разное. Мое хорошее. Я с тобой смотрела видео, там вот это, Львовский канал выложил. А, это видео уже. А я повырезала кусочки видео и теперь всегда смотрю. Понятно. Разбоги малую. Серёж, знаешь что? Тебя крысы только не дождались, поумирали. Ну, слава богу, блядь. Ты что? Крысы. Крысы. Крысы взвалили? Не, ну двоим не жали. Слава богу, что не дождались. А мы тебя дождёмся. Слышишь, малую разбуди, а? Сейчас. А ну вообще, Серёж, хоть только драться пересталась. Я в садике била. Ну, молодец. Поднимайся, Алиса, глянь, папа звонит. Досе. Быстрее, глянь, папа. Смотри. Алиса. Папа, глянь. Алиса. Алиса. Она в садике. Алиса. Глянь. Папа, да? Скажи, пап, привет. Папа, привет. Привет, привет, моя хорошая. Что ты, как дела у тебя? В порядке. В порядке всё, да? Ну, ты же ж накрашенный постоянно, понимаешь? О, красота. Как в садике дела у тебя? Да. Да. А? Как в садике дела? Как в садике дела, Алис? В порядке. В порядке, да? Ты моя принцессочка. Ты папу ждёшь? Да. Да. Папа тебя любит. Постоянно у неё губы на крас. У неё губы постоянно открашенные. О, а это обязательно, да? Ну, ты же ж приедет папа, а ты хорошо. Ну, да. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Папа тебя разбудил, да? Ну, мы на месяц ты на танцы записали, ты вот с понедельника на танцы садись. Ну, правильно, правильно. Правильно, правильно. Ну, да. Вот так как-то. Как-то так. Они сами всё скажут. Как-то так. Потому что те нужнее, мы не нужнее. Пасечник нас не принимал, короче, вообще. Я говорю, а щас тут вскроюсь прям под администрацией, он мне откроет. Он мне сказал охрана, что они меня в турдом сдадут. Да? Ты давай заканчивай, да, бежу, вскрою. Тут журналисты орут просто с этого всего. А шо делать, Серёж? Ну, надо шо-то ж делать. Четыре месяца, это вообще, шо это вообще? Задал, блюти, так же самое. Это Россия, детка. Задал, блюти, так же самое, поняла. То, что вы делали, то и продолжаете делать. Так они все отписываются. Я пишу на министерство обороны. Они говорят, к своим обращайтесь. Наши говорят, сейчас Россия только занимается. Я пишу на МИП. Я не знаю, а это самое, напиши заявление в прокуратуру, напиши. Я писала. В прокуратуру? На военную прокуратуру, на московскую. Они отписываются, они мне присылают, у меня гора писем. Они мне присылают, что занимается Министерство обороны. Единственное, что подтверждают тебя в списках. Они подтверждают. В каких списках? На объем? Они говорят, что ты и в русских есть. Ну, хорошо. Пусть они вам покажут эти списки. Да, пускай они тебе покажут, сфотографируют, я не знаю, или как. Там же получается шапка какая-то есть, или что это такое. Это же не просто список. У тебя не осталось списков? Пускай они ведь фотографируют. У меня есть, получается, вот это письмо от наших. Мы тоже говорили, дайте нам списки. Они говорят, мы вам списки не дадим целые, но именно можем дать отписку, что ваш муж находится как военнопленный. Ну, от наших есть, а от России только на слова. Ну, нет, так вы не поняли. То, что он находится как военнопленный, то понятно. То и то уже хорошо, что не знаю. А что его менять будут? Список на обмен? Список на обмен? Список на обмен? Список на обмен? Вот такой должен быть список, да? Ну, что вы включите на обмен. Моя фамилия включена на обмен. Сереж, да, вот сегодня буквально Катя Чапли ходила. И этот по правам человека говорит, есть мы отправили на Россию, вот есть они на обмен. Она говорит, это правки и второй раз, говорит, ну. Угу. Нам тоже сказали тут, что скоро. Ну, а какое, какое нахрен скоро? Они каждый день мне говорят, я уже туда звонить задолбалась. Они постоянно говорят, ждите, это дело времени. Слушай, так можно 10 лет, если ваши родственники там были, я посмотрела, как выходят, дело времени. Скажите, там у меня есть человек, со мной здесь тоже сидит. У него есть телефон. Ну, то есть он мне дал телефон, чтобы моя жена позвонила матери, но у них интернета нет. У нее мать и бабушка. Так и бабушки сообщения нет. Мать и Баш. У нас звонили, переписывались же. А? Ну, может переписывались с женой, правильно? Не, это по другому. Я говорю про другого. Так скинь ей номер, ну, этот ваш номер. Ну, либо я могу сказать ей, сейчас она запишет. Не, не, давай я останавливаюсь, напишем сообщение. Хорошо, мы напишем сообщение, Тань, там это, ну, бутылка, матери, послушай, матери, просто у него интернета дома нету, матери наберешь по этому номеру, скажешь, что все нормально, он же сидит, ждем обмена, то есть, все хорошо. Мы звоним без интернета, на прямой номер тоже. А, да? Да. А, все, тогда это... Так мы на прямые номера звоним, нам не обязательно это. Ну, все равно. На Лугокомовский, да? Да, там же вам дали... Ну, Гондоновский уже не сможем звонить? Можем, там же дали. Ну, на всякий случай скинься. Да, хорошо, на всякий случай скинем. Потому что я вот собрала всех жен, кого я видела на видео, вот у Владимира Золкина, у кого я видела... А этому нельзя верить, нельзя верить ему. Мы все правды не знаем, все по-разному. Мы политикой не интересуемся, запомните. А вы политикой интересуетесь? Нет, она не интересуется. Политикой? Да. Да, нет. Да, не особо. Да, уже в прокуратуру писали, в штабы. Уже интересуетесь. Уже интересуетесь, это первая стадия. Конечно. Ваш муж это уже политика. Да я даже написала в этот, центральный округ, там московский военный какой-то писала, даже туда письмо. А они мне отписку дали, тоже опять прислали по электронной почте, обращайтесь к нашим омбудсменам этим. У нас даже есть телефон вашего омбудсмена. Значит, русские хотят домой, а наши что, не хотят? Нет. Если честно, то не совсем понятно, где для ваших сейчас безопаснее, там или у нас. Я тоже об этом говорю. Просто заходишь в социальную сеть, одни свечки на аватарках. Просто столько людей похоронили, ни за что просто. Ну, я же говорю, что вот не совсем понятно, где безопаснее. Вот смотрите, они могут в относительно безопасной обстановке тут просидеть, пока вот эта вот сейчас часть закончится, да, а потом поехать домой. А могут приехать туда к вам в Луганск. Откуда гарантия, что им сейчас снова не дадут автомат и не отправят их на передовую? Я этого тоже очень боюсь. Очень боюсь. Да вы понимаете, что такое реально может быть? И ничего вы не сделаете, вас лишь никто не спрашивает. Мы сбеги, мы спрятим. Да, сбеги. Потому что вы сразу не сбежали. Никуда. Да. Там точно с матерью все нормально? А все нормально, Серёжа. С мамой все нормально, точно? Мы не будем все в порядке только. С мамой точно все нормально? Да, все хорошо. Да наберем сейчас маму, если не дадут. Да то я сейчас не разговариваю. Пусть с мамой сейчас наберем. Что такое? Своё. Все, давайте мы заканчиваем и напишите. А ты поздравляла я сегодня с днем рождения? Не, мы как раз 15-го перестали общаться. Молодец, да. Вообще немал ума, Алиша. Ну все, ну не обижайся, все нормально. Ну бывает такое. Понимаешь, все напряженные, все на нервах, Серёжа. Понятно. Моя лапочка, золото моё. Хороший мой. Я такая радая вообще, не могу. Я еще письмо себе напишу. Хорошо. Ясников. Я еще искала Красный Крест, просил найти Бочарова, Бочарова родственника. Здесь он, да. Я нашла его жену и номер передала и дала им связаться с Красным Крестом. Ага, я понял. У него теперь будет номер жены, у него только тетки был. Напишите телефон Бочарова. А ты номер знаешь, у тебя есть? Хорошо. Хорошо. Напишите нам тоже телефон Бочарова, потому что потом будем... Бочарова, Бочарова. А хотя если уже... Он может быть просто тоже... Я напишу номер жены, а она тоже в курсе, что вы там. Ага, я понял. Ну ты скинешь сюда, поэтому... Давайте заканчивать. Все там. Смотрите, напишите телефон Бочарова и напишите телефон мамы его. Моей мамы, да. У нее там есть? Потому что я не помню. Есть у нее WhatsApp, да. Все, давайте. И на минуту еще... И я еще... Все, я ее поздравлю. Все, давай любимая, давай дочку целую. Все, до встречи. Предупредите маму, чтобы она сейчас ответила... А, да, понабери ее сейчас. Чтобы она ответила нам, потому что... Хорошо, сейчас и номер я скидну и запрежу. Да, хорошо. Все, давай целую. Да, я тебя жду сильно. Давай, давай, хорошо. Пока. Мой любимый. Пока, пока. Давай, люблю тебя. Давай. Вы не знаете, почему жителям Луганска приходится звонить в Россию для того, чтобы вернуть своих людей домой? Получится, они... В зависимости находятся от России? Получается. Да. А вы думаете, это сейчас там начал, да? Ну там, похоже, нет. Это что, о чем мы с вами часто разговаривали? Это просто не какучий разговор. Да нет, нет. Мы уже разговаривали на тот момент. Нет, что он никакой. Еще он нормально образцово... Политическо-образовательный. Нет, понимаете, мы уже разговаривали на этом. Пока не забыли этого человека. 0,72. 0,72. Сейчас ты, да, чтобы... Нет, так я вот о чем говорю. Так понятно, почему Украина добила бомбас, который попал в зависимость в России? Или непонятно? Да, понятно. Ну так, просто я вот этих вот жителей не понимаю. Они думают, что Украина это что? Забрали, да и ладно. Государственное беднеет или что? Да нет, конечно. Ну потому и да. Ну кроме того, что Украина там била бомбас. Хотя с нашей позиции известно, что это мы как раз били точечно по военным объектам. А с вашей позиции известно, что специально будто бы по мирным били. А с третьей позиции известно, что вообще Россия в обе стороны шмаляла. Но смысл вообще не в этом. Смысл в том, что туда в 2014 году зашла Россия. Все. На нашу территорию. Это кто еще у нас? Это Бутенко. Бутенко это его матери по моему телефонную. У него просто у них там нету интернета. Либо есть, а они не могут пользоваться, ну что это такое. Он попросил, чтобы моя жена позвонила и сказала, что все хорошо. Вы понимаете, для чего мы это делаем? Да. Для чего? Ну, чтобы забрать своих пацанов. Не только? Не только. А еще для того, чтобы войну остановить. Ну и внести свою посильную лепту. В этом все. Понимаете, есть люди, которые вот они с пленными общаются, в частности с нашими пленными. И у меня такое впечатление складывается, да у любого зрителя сложится такое впечатление, что у них задача будто бы унизить. А эти человека? Унизить. А есть такая штука, там чат-рулетка называется. Они тоже сидят для того, чтобы там друг друга унизить. Кто кого переговорит. Ну тоже не все. Не все. Да, не все. Ну я немного смотрел. Это телефон ваш снимал. Из того, что я видел. А это может быть старый МТС, на чем у нее заарестрировано это. А у нас концепция заключается в том, чтобы унизить российские фейки. Больше и не меньше. Фейки, которые 8 лет они гоняют по кругу. О том, что мирных жителей ни за что Украина бомбила. О том, что в Одессе людей ни за что сожгли. И так далее, и так далее. Потому что это фейки. А вы отослали, да? Да, это да. А люди наслуживают за этих фейков и идут воевать. Ну я так по ощущениям чувствую, что вы в второй раз легко пошли. Да, мне кстати тоже что-то раскативало. У меня просто там 300. Раскативала такая мысль. Человек поговорили. У меня столько ощущения, что вас сейчас вернут. Неделю покурить. Новую форму, автомат. Я думаю, что... Зарплату еще. У вас за вот эти окна, наверное, зацепили. Нет, почему? Металлопластиковые. Не только у меня. Там у всего дома повылетало. Женеру, что у меня надо. Не только в этом доме. Я же говорю, окна в том же самом Харькове или в Одессе. Там большинство людей вышло против этого. Нет, воевать нет. Я не знаю про то, что делать, если так это получится. Да, добрый. Мы журавлисты даем вашему сыну поговорить с вами. Запись будет записана и опубликована. Спасибо. Здравствуй, заюшка. Привет, привет. С днем рождения. Спасибо, заюшка. Спасибо. Это большой подарок, чтобы ты мне позвонил. Самый лучший подарок мне сегодня. Что там? Как дела? Нормально все. Да-да-да, хватит. Как ты, сынок? Нормально все. Ждем обмена. Что мы? Ждем, сидим обмена. Ну, блин. Как будто это так взяли и обменяли. Ты вам это, не переживай там сильно. Ой. Я надеюсь на все лучше, сыночек. Все хорошо будет. Я думаю, что ты уже скоро придешь домой. Уже должны скоро обменять. Уже 4-5 месяц пошло. Ну, ничего страшного. Что же сделаешь? Такая ситуация. Я вчера видела видео твое. Да? По голосу. У меня детка все уже выложили. Нет-нет, это же с ливийскими медиа. Это то, что во Львове там. Свободное радио. А, я не знаю. Да, ты там разговаривала тебе по голосу. Лицо закрытое, а голос твой. А, это то, что я давал интервью. Да, да, да. Я понял. Да, да, да. Это вот недавно. Не, вот недавно. Много приезжали там иностранцы. Вчера вышла только. Иностранцы? Да, иностранцы приезжали. Да, да. Ты, Илона, там сильно не переживай, что нормально все было, понял? Да, да, да. Я по голосу. Лицо затушевано. Ну да, да, да. Я по голосу. Ой, говорю, сыночек ты мой. Ой, Рада, я вчера голос твой услышала, сынок. Я так окрыленая летала. Мне так радостно было, что я тебя услышала вообще. Алисочка тебя каждый раз ждет. Где мой папочка, где мой папочка? Да я с ней разговаривал. Ну так, она сонная, я говорю, разбудили, разбудили, короче. Все нормально, мам, все ждем. Ты не переживай, все хорошо тебя, с днем рождения, здоровечка тебе, всего самого хорошего. Спасибо. А тебе, сынок, терпение, терпение, все будет хорошо, самое главное. Спасибо. Быстрее бы поменяли. Уже было бы дома. Угу. 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 Я рада, 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 что я тебя увидела. Вчера услышала, сегодня увидела. Это вообще, сейчас Павлику позвоню, тоже скажу. Ты им тоже, Пашке, привет передавай. Ладно, мам, не буду это самое. Спасибо. Хорошо, все, мне главное, что все нормально у вас. Все, надо заканчивать. Все нормально, все. Большое спасибо, что дали созвониться. Все. Да. Все, люблю, целую. Мы все тебя любим. Целуем и ждем. Все, всего хорошего. Все, пока, пока. Все, все. Все, с днем рождения. Давай. Пока. Давай, давай. Пока. Пока. Там, напишите. Бутенко Александр. Ой, Александр. Бутенко. Сейчас я скажу. Бутенко. Бутенко. Николай, да. Это жена прислала дальше, помог. А там еще Катя Бочарова. Катя Бочарова. Это Евгения Бочарова, жена. Да. Нам тут надо уже книгу заводить какую-то, а с точки уже не получится. Неверно. У нас диджитализация. Девять. Так, а что? Эти бумажку надо дальше 3. Тайны. Так, а что? Ответал ему бумажку. Нет, так еще вот эту штатюбочару. А, ааа. Так, а зачем? Ну, вы же написали. Да. Он придет запись. Да. Ну, все. А вы же записали сюда, правильно? Есть же все. Да. Ну, все. Сергей, почему Украина 8 лет дамбила бомбас? Украина, а почему 8 лет? Ну, а сколько? 2014-2020. Ну, год. Почему Украина год дамбила бомбас? Именно дамбила. Или два. Я не знаю, сколько вы там по себе знаете. Ну, год где-то и все. А потом было, ну, не было. Да. Ну, там на позициях я знаю, что они там перестреливались. Да. И все. Ну, только по позиции. Ну, а почему год это было? Почему? Украина. Ну, почему? Ну, хотелось, наверное, забрать. Территорию свои? Ну, да. Свои территории вернули обратно. Да. А у кого хотела забрать? У жителей бомбаса или все-таки у России? Ну, получается, забрать территории с жителями Донбасса. Своими? Со своими жителями Донбасса. То есть украинцами. Ну, да. Вы же для нас украинцы. Ну, да. У нас и паспортаж, естественно. Ну, даже суть даже и не в паспортаж. У кого забрать? Ну, у кого. Кто там воевал? Кто воевал? Ну, кто там. Ну, так понимаю. Вы украинец, россиянин, житель этот самый, гражданин непризнанный ЛНР, кто вы вообще? А у меня паспортов, как я не знаю. Не. Не про паспорта. Кем вы себя считаете и в каком государстве вы хотели? Ну, вообще я считаю себя, ну, донбасским парнем. Да, нет. Донбасский парень это же не… Ну, фактически у меня, ну, есть, ну, фактически у меня с пропиской только украинский и ЛНРовский паспорт. В душе вы себя кем считаете? Донбасский парень. Ну, так же ж? Ну, это же именно что в душе. Ну, что ты вытягиваешь? Ну, серьезно. Я говорил про гражданство. Вам сейчас дают выбор. Сейчас вам дают выбор. Вы в России или вы в Украине? Потому что другого выбора у вас, как вы должны были бы понять из нашей беседы, по сути, нет. Если не понимаете, еще поймете. Никогда не будет. Ну, не знаю, когда там может быть. Не, ну, надо на момент выметь, я думаю, да. Не знаю, что может случиться. В данный момент два варианта. Россия, Украина. Куда идете? Куда идете? Там, где мой дом, там получается сейчас Россия. Поэтому я хочу остаться там, где мой дом. А если честно, мне как бы все равно. Понял. Либо под Россией, либо под Украиной. Понял. Что они там за Украину или нет? Нет. Не сажали. Хорошо. Просто одни говорят сажали, а другие не сажали. Верим всем. За то, что просто, что за Украину. Не просто за Украину, а идите вы нахрен со своими российскими тряпками. Я вообще такого не принимаю. Ну, опять же, я не слышал. Может быть. Может быть. Нет. Я же понимаю, что по-всякому могло быть. И третий вариант. А, и десять процентов мы за Россию. И десять процентов, которые там за Россию. Ну, с помощью России, получается, их вывели типа, что вот все, все они за Россию. Ну, на самом деле, восьмидесяти процентов просто тупо похрен было вот и все. Ну, реально. До сих пор так. Ну, получается. Через восемь лет мы общаемся, и основной массе им просто плевать просто. Ну, и так с вами типа все, что захотят, то и будут делать. Но еще ж поборемся, понимаете, в чем история. Поборемся. Потому что, что там сейчас Россия, это же не значит, что завтра там Россия. Да ничего не значит. А как же ж будет, например, гипотетически предположить, вот отбила Украина эти территории. Ну. Это же не фантастика. Отбила, приходим, снова везде украинские флаги, украинский гимн, украинские школы. Надо продавцам украинские знать. Но украинские школы, это как это? Школы на украинской мове. А, ну просто. Школы украинскую мове, а что тут просто, да. А, ну разговаривать на украинском языке и все, да? Да, и все. Вообще. Не, ну просто у нас так же же есть украинский язык, все что. Преподают все. Какой-то хвост так и было. У вас вообще не было никаких проблем, пока Россия в четырнадцатом году не пришла. Не, не, я не рассказывал момент. Я не знаю, на данный момент тоже украинские школы преподают на украинском языке? Ну конечно. Все предметы на украинском языке? Нет, я имею в виду, что есть предмет украинский язык, литература. Это будет полностью вообще на украинском. На эти математику будет. Ну я понял, все на украинском. Ну да, страшное, короче. Ничего страшного. Не, ну понимаете, ничего страшного. Я, например, с самого детства разговаривал на русском. Ну, с самого детства. Вы, я тоже. Да. Но там, когда ввели эти все законы, да, эти все законы, там же давали пять лет переходного периода. То есть там не было такого, что ребенку прямо возьмут и вот он до третьего класса отучился на русском, и он бац, и сразу же на украинский. Нет, там было пять лет переходного периода, спокойно. Кто-то мог и на русском на этом и позаканчивать эти школы. Никто не собирался давить именно так, что прямо жестко. Ну, видно, не поняли. Ну, видно, так страшно, такая страшная украинская мова, что не можно его разговаривать. Да вообще. Мы тут общаемся на украинском. Да я заметил. Почему? Я не понимаю почему. Я не понимаю почему. Потому что Путин говорит, что тут нацисты притесняют по языковому признаку. А я вам говорю, Харьков тоже как был русскоязычный процентов на 60-70, так и остался. Мы там были вот только. Еще никто их за восемь лет не съел, на лоскутки не порезал, все нормально. Я вам больше скажу. Со Львова приезжают в Харьков, с Харькова приезжают во Львов. И все нормально вообще общаются между собой там. Тот на украинском, тот на русском, тот на сурже, тот как хочет вообще. Никаких проблем я не вижу. И бывают конечно, но они такие единичные случаи. Передайте что-нибудь своим донбасским парням. Если есть желание, пожелайте им что-то. Желание одно, пацаны, отпетливайте как-нибудь от войны. Не знаю правда как, каким-то образом договариваться, я не знаю. Даже платить деньги, наверное, я не знаю. Если получится. Ну как говорил. Вы второй раз как отможете? А вот я хрен его знает, не знаю. Жена тоже за этот вопрос. Жена тоже за этот вопрос не отвечает. Жена, конечно же, не ответила, что вам тут безопаснее может быть даже чем-то. Но она может быть. И это реально так может быть. Не знаю, как-то по-любому как-то. Надо будет что-то делать. Я понимаю, я аж контрактник получается. Ну и что, контракт что нельзя разорвать? Нет. Почему? Его можно было разорвать. Он разрывался, да. Ну только сейчас же не разрывается. Просто сейчас, на данный момент, как это все. Как это происходит сейчас? Так спецоперация же в России проводится, а они здесь причем? Как это сейчас? Они же не зависит. А вы как-то записывали с кем? С ЛНР. А в ЛНР там нет ни военного положения, ничего вообще нет. Ну может быть, значит можно будет разорвать. А когда он у вас? Получается, ну до октября. Так его мобилизуют без контракта. Он без денег был. Ну я понял, да. Вы кого прислали с вашей стороны? Дедушек, которые там вообще еле ходят. То есть, глядя на тебя скажут здоров вообще спецназ. Спецназ. Идеальный. Идеальный. Не, ну есть знакомые, хорошие там, в больнице там. Ну не знаю, каким-то. Я не знаю просто. Понимаете, это будет уже делаться, когда я попаду домой. И будет по что-то, я не знаю просто как оно, что. Ну я предполагаю, что наверное будет обратно. Я не маю что сказать. Да нет, не маю что сказать, я тоже. Да нет, они carrying это от смеров. И я не Brent тоже сказал. Окей, я неazын, я не рано то было, я не верю. Ну τι так? Хорошо. То есть, где выliv coast-те... Вот это было. Здр 聞 quello с вами, ой. Валентином. Я проявляю с вами, яеюсь briefing чемпионат. Так скажу, какой блин, парни. Валентином я улыбалась с вами, я видел. Я попробовал, чемпионат 씨, я посмотрел Sveriges seize place. Да. Ну ладно.